Думао Команда, одной фрага тут достаточно Рампейдж еще попробует ответить Все же прилетает по главе 18 хп Вою и дальше, открывается на него Свишер Но там все сводится к банальностям Дюмао Чисто отступает себе под люльку Но при этом видим, что оппонент вообще Подзабивает на то направление Открывается подсайд, Свишер Увольняет пэны, ну и у последнего разбираются Доли секунды 1-0, Егейминг лидирует по старту На Инферно В целом здесь 5 смоков От китобоев И даже какой-то Интересный план с хаешкой через крышу То есть едва соперники давали раскид Хаешка залетела, кстати, очень здорово Дальше Свишер, минус И минус 2, все оба опорника б падают Хотя идея с этой хаешкой Выглядела неплохо, но Не имеет смысл Ну а пока выбивание, 4 против 5 Не слишком, конечно Перспективное, может даже арморы Следовало бы унести Сэкономив немного денег Ну и пока я об этом разговаривал один за другим Китобои падают Минус У Диджея Ну а фрага, вообще, раздал неплохо Неплохо крутит музыку, но и вот Три раунда все же уходят, Егейминг Разыграв этот фейк, будут врываться на меньшинство Пять против двоих При этом позиции тоже довольно однообразные То есть позиция под балконом Ну и на песках Что же делать? Фан палится Дальше оба погибают Восемь секунд до конца Опасно Достаточно был разыгран раунд Чуть ли не секунда в секунду установлено На душой Бен мог бы убегать даже на помощь его сайд Сделать такое укрепление Дефолтная Минута 17 Егейминг начинает ковырять дугу Тем временем РП еще одного пережима Отключается Бен Ну вот невыгодные или выгодные по итогу рефраги Вот в чем вопрос Ведь все же сайд Б открыли Но то, что Бен сделал два убийства Вот этот момент Сыграет только в лучшую сторону И дым не долетает правильно Но даже за таких вот обстоятельств На самом деле здорово Молотов догорает на Сити Залетает флешка Бью пока не палится Он просто ждет силуэта своего соперника Дожимает И теперь самое главное разбежаться по дальним углам Хотя времени у Фанга не хватает в любом случае Но он не знаю бежит или нет Ну да Так Фанг пока контролит смог Неужели в него будут врываться игроки команды Егг О кармане они конечно же не забудут Фанг Смоки рассеиваются Ну и под это дело То есть понимали прекрасно Егг Что сейчас будет происходить на длине Ну в общем от этого и сыграли На лон на сайде Минус один Сейчас должен был забирать ковры Но тот самый сплит на длине Который отдал один из игроков Китобоев Новая Англия И снова за 6 секунд И окончание раунда Супер поздним таймингом Устанавливается бомбу Ну пока Я фактино нашивает Главная задача сейчас не нарваться на шильную пулю Тут эта музыка так забавно звучит Вроде бы минута 24 А там все нагоняют интриги Диджей Кстати У нас же диджей тут на банане тусуется Вон к чему эта музыка А я то думаю Он конечно красный на живой Оу У них что там Попутно с игрой Но хоть бы тогда что-то веселое включили Это респект Я не знаю Для меня вот камера когда-то была Что-то вот такая Мега имбовая штука Которая только на каких-то мажорах Крупных турнирах А тут прям в онлайне И то что оно есть Смотрится со стороны Круто Музыка закончилась Теперь мне ее будет не хватать Смотри 23 секунды до конца Фанго забирают под балконом И снова поздние тайминги работают Но я не знаю конечно Что будет Наша карта Наверное что-то такое Пуш мидла Плюс молотовы По-моему и хаешки и моллик Сюда залетели Может быть это как-то поможет Фазен кстати на полтора Наверное За ним была объявлена охота Внезапно появляется Фанг Врываясь из ковров И RC F1 Первый раунд или нет Подбирается калаш Паналона нужно давить Опа Есть зажигательная Которая прилетает И он все же открывается И вот прорывается RC F Понимая что последний противник Это в спине И все же Фанг Тут стоит делать Определенно Как только разузнают Об позиционке противника Один на один И по-моему RC F За счет зажигательной Выигрывает За счет зажигательной Сейчас может проиграть Все же нет Тут стрельба помогает 8-0 Егеймин Прям под прицел Фанга Вы только посмотрите На этого хитроумного канадца Да ладно Последняя секунда Разворачивается Получает спину Но что за череда неудач Видимо тут сама судьба Против того чтобы Китобоя взяли первой Тем временем у нас Смещение на зелень от атаки Накидывается смак на малые пески И даже могут Не досмотреть на Дюмау Здесь уже выходит Вен Ну и действительно Он бежал уже в сторону ребер Там же поражение Получает голову Потом отправится Дюмау еще Второго снять Венный лон пристреливается Лучше тщетно Забивает Фазина Погибает RC F Это минус бомба И вот не так много времени остается И все же первый раунд Китобои Отлично сыграно Должны Запирать все самые опасные точки Очень поздно прилетает Это зажигательное Но Бен все же падает И без Молотова Рампейдж отвечает Недолго Но вот тут Уже Фэнк конечно же На размены пошел Три в три Это можно переиграть Дыма под КТ не было RC F открылся на уверенность И перестрелял защитника А он даже специально открывал Может быть этот дым специально Сюда не залетал Для того чтобы Опять таки в стиле ФПЛ Разойдется Паналон На него открывается RC F А ствол видно Ох какая уверенность А вроде бы был фиксер Минус от Фанга Ответ Свишер 10-2 Ну и пока Инициативность получилась И оставляя снайпера здесь И четвертый игрок Китобоев Уходит на позицию Открытой базы Куда осуществляется выход Кстати говоря Хороший хэдшот по Фаздину Но этого недостаточно Потому что Кольт Ну все таки не ваншотит НПшка Бенни даже понять Ничего не успел Минус от Рампейджа Минус от Диджея Думао в размене И вот сейчас бы еще кто-то Залетел с фрагом Но нет Бьюис Ковров так и не открывался Не очень понятно почему Он играл в отрыве от тиммейтов А он вообще палился или нет? Потому что вроде бы Его позицию посматривают Развеивает сквол Дью реагирует Дает фраг И тапает по последнему Одиннадцатый Ах вот Пока нет экономики у Эйлэрс И судя по всему Это может быть 12 раундов И кто его знает Ну даже 11-3 уже Точнее 4 счет был бы Суперкрутым для Ех Но постарается сделать его еще лучше Сталаш подбирает фэнк Это важный момент Ведь уносит его за пределы апартаментов И теперь при Сонном убивании на А Легко не будет Двенадцатый раунд И конечно когда у тебя есть 12 В первой половине На любой карте это хорошо Тем более на Инферно Инферно Ну просто Когда ты видишь разрывной счет Его привычно видеть Ну там Да даже на Вертига например Там На нюке каком-нибудь На трейне Ну на Инферно такое редко происходит Интересно Будет ли на оверпассе Зеркальная ситуация Пока же у нас по фэнгу Кстати Хорош бейни То есть выходил пусть и поздним таймингом Но с пониманием Что оба Играет с Фишер Все же команда Китобоев По итогу хотела Зацплитовать Б Но оказались сами заперты Дюма Попадание пришлось По рампейжу Хорошее Вторая попытка добивания Уже файз Погибает Еще страдают Треки диджея Но тому Играть 1 в 3 Пока трудновато Будет все же решил поставить бомбу Для того чтобы было побольше экономики Ну и тут уже получил информацию Защита должна его дорабатывать Под сайтом Никаких шансов не оставит Хотелось бы тебя буквально немного поправить Для того чтобы делать сплит Нужен сплитующий Так вот им погиб Все же А под бананом Успевает последние мгновения Отбросить одну флешку Вторую флешку Очень прикольно монтит И даже делает минус Дальше правда не развернулся Думал с одного направления на него Будут открываться соперники Так что как минимум Установленная бомба будет А может быть даже и клатч Хотя фазен красиво промутился в спину Забрал рампейджа И Бенни Он же Бен Элит Он же Бен 1-3-3-7 Проигрывает этот клатч Ну нельзя сказать что Прям проигрывает Шансов было номинально мало Но благодаря бомбе Сейчас в старте раунда Бомба все-таки стоит Хороший угол у Думау Несмотря на то что он спалился Этим выстрелом Поделать с этим ничего Диджей не смог Свишев в спине Хоу Разворот от Паналона Красиво Чертов дигл да И спина соперника Попробуй еще по этой голове Попади Но Минус от Паналона Номер 2 Он будучи красным Но на хэдшоте Использует потенциал своей позиции Что-то нужно придумывать с бомбой Минус от RCF Минус от RCF Номер 2 Работает скаут Друзья 3 убийства Обезвреживается бомба Думау прикрывает И минус все-таки оформляет Даже без китов Эту бомбу удалось выбить Хотя Вот Даже При движении под сайт МБ Они поступают Абсолютно верно То что делается сейчас укрепление На данный сайт Но с другой стороны У нас Ковыряется лон Ковыряется банан Фэнк Падает Все же Будет смотреть шорт И Решение к этому бою Это доиграть под б Дым на хэвен И выход у нас также будет по череду гранат Но Свишер На монстре Флешка одна Второй не будет Сжимает практически Свишер По двум рампейдж Каким-то чудом Все-таки выезжает из зига Забирает бьюи Это 2 в 2 Бомба ставится Отчаянная попытка прострелить Но Думау быстро понял Что его за это могут очень серьезно наказать Так что лучше бы дождаться тиммейта Сыграть в паре наверняка А вот тиммейт Хороший RCF Минус по бене Рампейдж по-моему не палился на воде Так что теперь девятку он может Нет он не забирает девятку Господи боже мой Рампейдж сам просто в шоке был От того что RCF только что повесил Потому что вроде Ну пока тут вот Смотрится эта игра действительно Как каких-то условных 8-7 по итогу Но для этого китопой У нас добивать поинты Дюмау раскидывал на центре И Дюма же играет дальше из-под коннектора Бомба лежит А бомбу забрать вам не дадут ТАП-1, ТАП-2 И сейчас вот еще бы зажать Диджея Пистолет понадобится Глок-18 со своего же оружия Забиваются двери Дюмау забрасывает зажигательную Диджея играет с противоположной стороны RCF слышит передвижение И выходящий из вас макап Бен Ну просто приказывает ему Кинуть раунд Тампейдж Дивайт RCF погибает Дюмау Почему так быстро? Еще и диджей Даблкил Как они вообще там оказались? То есть два чувака Обороны пошли вообще Прекрасно его слышат Несоответственно на классе Свишер должен делать Флешка И промах! Да ладно Осторожно То есть не хочется им погибать Ну НТ Свишер Интересно было бы на его камеру сейчас Посмотреть Ух! Меня не подпустили К этому АВП Минус от Паздано тем временем Какое-то утешение Но Паналон Все-таки не дает себя в обиду Забирает короткий Где у RCF А там по-моему был только Юсп Ну там даже если П250 То шансов было не очень много Ух! 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 На карте четверых Фаст раунд под Б Это тактика Которая работает Абсолютно всегда Ну и я думаю что тут По классике жанра Два человека С АВП С Фамоса Противника Сейчас Бью выйдет И одним выстрелом Троих заберет в рядок Не не будет этого Продолжает тусоваться На коннекторе Эх жаль Фаззен Его заметили Так дает два фрага 19% здоровья Правда и выходящий рампейдж Конечно Фаззена Тушит Хотя это оставляет Хоть какие-то надежды Для Бью Вот она славная спина 40 секунд до конца Бью пойдет Вытаскивать клатч Из АВП Под его Ну частичным контролем бомбы Он видел отход на длину Взаимный промах По паналону А шо ж ты не уходил то Понятно было Что сейчас двух сторон На тебя налетят В борьбу Дальше Ну тут уже его Молотым диджей Вырубает противника РСФ вновь на размене Этого все еще мало То чтобы сдержать сайт И конечно же Приходящий Фаззен Попадает может не в голову Но важный минус оформил Фанк даблкил И смещение на Б невозможно Ведь бомба-то лежит под А Еще есть наличие В запасе кучей Двенадцать Одиннадцать секунд остается Фаззен понимает Что сам господь Бог Походу может подарить ему этот клатч Фанк устанавливает бомбу Фаззен держит его на контроле Делает минус И выигрывает раунд для своей команды Насколько неочевидно Раунд сейчас уходит Нужно Китобоем Это разбросаться Выйти на Б МПшка на первой волне приема Хотя Может быть это сыграет их плюс Молотом выжигают фаззена В этом контексте Возможно бью не посмотрят Будучи в блайне Фаззен Да, сжимает по монстру Но оба опорника Б погибают Хотя это оставляет время Для смещения их тиммейта А у времени не так-то много У Китобоев на установку бомбы Хотя есть большинство Появляется вода И очень красиво Свишер выдержал паузу Где-то в две секунды Его пикают со спины 6-5-4 РСФу нужен точно выстрел Открытие Хотя с другой стороны Сможет повторно Купить РСФ играет Спадыма Пока счет 14-6 Уже 14-7 И последнего Дюмао По Кэвенам Вычислили 9-5 Команда Китобоев Смогла Вновь Но диджей-то остался Незамеченным То есть по факту Он сейчас может просто зайти в Б Поставить бомбу И все Нарапейдж Выходит из коннектора Сейчас наверное фаззен такой злой был Типа как меня вообще убили Ты же должен был в эту дверь смотреть Братан Должен был убить Ну там типа тайминг вышел Тапнул Но все равно Досадно И оставшиеся защитники Они конечно же Перемещаются По точку Б Там же увольняют диджея Пивенный лон забрасывает Зажигательную четку по цементу Но это не срабатывает Или Бюдагрит Небольшое укрепление Фэнк получает Небольшую долю урона Еще один дым И Запечатываю Точка действительно Ведь выход у нас Под лонгом Рампэдж успает в борьбу Погибает Фэнк Минус по диджею РСФ классно сыграном фазе Вырубает бэна Рампэйдж была информация Тот же добит И последний пивенный лонг Тот также получает голову Идеально Преимущество Особенно Если в нужный тайминг он попадет Ну пока контактный заход По монстру По-моему Фэнк даже услышал Что в кого-то влетела гранаж Но было слишком поздно Минус от Рампэйджа Он все-таки Сыграл свою роль Входя из коннектора Но дело У бразильцев осталось завалом Нужно было забрать бочки Найс влетел Рампэйдж А инфада по нему была Но жаль нашивал не туда То есть Я не знаю Хотел какую-то халяву поймать Здесь было попадание И от скаута Что там по деньгам? Ну кстати может быть даже АВП И я Буду крайне рад Если возьмут снайперскую винтовку Даже без гранаты Даже в ущерб Всем самым гранатам Ну пока тут с пробитием Там по 2 были особые Такие препятствия Их же убирают Свишер Перетягивается Через монстр Идет последним с бомбой Ну а Фазин замечает На шарте Пвен и Лона Там все более чем ясно И Бэйн Который не ушел Все за ним Так же погибает Ну и давайте Третьего пожалуйста Фазин с пистолетом Говорит Ну ладно Я тебя убью И все же закрывает Ой как прикольно Рампэйдж то промутился Ой как прикольно Он включил свой контрол И прошел под прицелом RCF Очень здорово Понимает как нужно работать Из-под трака работает диджей Более того К нему на помощь Приходит тиммейт Хотя трехочковая граната От бью Залетает более чем качественно И диапазон позиций Самого Рампэйджа для Ех Плюс-минус понятен Но они не смотрели на дугу Да ладно Рампэйдж оттуда сделал минус Вот это просто поворот И теперь меньшинство для Ех Игрок Номер 3 А это просто радар повесил А я понял Откуда вылетел из команды Ех На финишную прямую Стаг на коннекторе Помимо Паналона Инфа по которому присутствует У него здесь есть Еще и тиммейт сверху То есть даже если Самого Паналона забирают Рампэйдж здесь не чекается никак И опять же Будь более Наверное даже более опытная команда Но в РПСе Навсегда не посмотрела Такие стаки делаются Ну наверное чаще Чем раньше В последнее время Но неважно Рампэйдж забирает шары Минус по RCF И свишер бью Не то что без По B Но так как это была серия Луз монаста минимальный И терять калаш будет все равно болезненно Ну да Призакупить его точно не получится И все же Хорошо работает на картах Которые они хорошо чувствуют Но здесь просто не та ситуация Типа ты осторожно играешь в коннекторе А там стак двоих И как бы что с этим сделать Сложно Сложно справиться Видно что над Варпасом Еще придется работать Коллективу Ех Хотя Посмотрим что будет дальше Килл от диджея Это все равно экономически 9-12 еще не приговор И если нащупать свою игру Можно вернуться По крайней мере Закончить с каким-нибудь близким счетом Но пока похоже на это слабо Так А что там у нас RCF Закуливает Я думал рампейдж пропустит RCF в спину тиммейта Но нет 12 Занятый сайт Отбрасывается вода Фангом Пытается как-то сдержать натиск своих соперников Выезжает сам В отрыве тиммейта Оба погибают Очень странный врыв Наверное один из самых странных Который я видел за сегодня Но ничего страшного Все что нужно от RCF Это смотреть в спину В которой льба у них есть Вот и десятый раунд Экономику конечно Одним выигранным Сопернику сбить не получится Рейдж Второго не дожал Но Находятся два игрока китобоев Фанг Особенно если сейчас не сделает фраг Может Он не делает фраг Вот так вот База B отдана Вот это просто жестко Бена на бочках так же урабатывает И смотри Чувак мгновенно развернулся Он просто не успел на хелпу Вот в чем был смысл Ты занимаешь мидл Ты удерживаться в вечности Все еще есть возможность зайти на B Здесь у нас один опорник Это Бен Забираете его Не теряя Никого А вот кстати Дальше используете свой единственный смог Чтобы девятку забрать Свишер Ему тоже не следовало погибать конечно на коннекторе Забирают диджей А шансы на взятие раунда Команды их все еще хорошие На коннекторе падает рампейдж А вот теперь посражаемся У Паналона есть армор У Фанга он отсутствует Это тоже важно Сам Фанг падает на воду У Паналона простреливают Фанг падает В лалон не мобилен Это 12-12 должно быть Даже при всем При том Насколько странно выглядел этот раунд А у Паналона таки ты есть Ну выйди 1-0 И несмотря на флэш Смотри Сейчас эта флэшка Укрепление из двух под Б Бен Первый на приемке Пока флэшек нету Решили вообще Ех больше флэшки не бросать После прошлого раунда РСФ вырубает Бена Подключается диджей Вновь все четно по стрельбе Пеналон теперь вступает в борьбу Но как бы тут не старался Несколько фрагов может быть Еще Фазин лезет на прицел Ну да Фазин забирает Были бы патроны РСФ уволил Но вот Би уже с прострелом Игроки команды Ех ждут девятку Оооо РСФ даже видит Что оттуда осуществляется Отброс Гранаты Делает этот минус Черт возьми На Тир-3 сцене это все еще работает Дальше заезд на шорт Размен равнозначен Но благодаря интрефрагу Это все равно плюс для команды Ех Они сейчас будут прорывать монстр На монстре не встречают Никакого сопротивления Все гранаты Но довольно грамотно И в этих обстоятельствах Работают Ех Они мало того что Не подставляются под буст Отправляют Фазина Для того чтобы он Остреливал выходящих Своих соперников Зажим по одному Паналон уходит Сейчас ему помогут тиммейты Фазина забирают Где прострел Паналона забирают Шикарная работа Фанг 1 Друзья это 14-12 Это 14-12 Это нереально много Паналон Пока ждет выход монстр Его флешками отгоняют Сейчас и Макс может сыграть свою роль Отличное попадание А Диджея падает Думау разваливается По-моему вся команда Ех Прямо сейчас И РСФ оказывается В не самом приятном положении Не один в четыре С авиком такое тащится С большим С огромным трудом Его уже обходят спину 14-13 РСФ крутится Снайпер Увы так же мажет Но много КП ему не отнимают И вторая снайперская винтовка лежит Пойдет ли Диджей? Нет Решил развернуться на Дюмау Ведь времени За касса раунда еще достаточно Для того чтобы Свишер выбивал Тот же закрывает Павенелона Теперь же Диджей Попытается отобрать чужой АВП Но тут два игрока И убы все сводится только к поражению На комментарии ты так остановился Чувак говорит Бедный Бен сидит пять на восемнадцать А извиняюсь уже пять на девятнадцать Такое тоже бывает Минус второй трампедж Ну в общем Он у нас Как раз таки отыгрывает И за себя и за Бена Это Повелитель Просто властелин Коннектора И вроде бы есть какие-то просветы Для команды Ех Ох так уселся в кресле Поудобнее РСФ такой Ну типа теперь поиграем Два В три уже не два Пять Фазден идет на поиски воды Он не дочекал Он не дочекал Ну его сейчас по ходу снайперскую Работает Это пятнадцать пятнадцать Оставайтесь там под Б Значит это фейк Никакой движухи На нет Соответственно сейчас Китобой Новой Англии Полностью Ну наверное прочли Переиграли соперника И от фанга Одного фрага вполне достаточно Молотова от Бена Кромок Возможно не критичный Главное добить второй раз Ну а в три Диджей на воде Свишер сюда даже не смотрит РСФ один Ну и Бомба потеряна Минуса не было Шестнадцать пятнадцать Первый раунд Смок Био играет также за дымом Но что самое важное Он сумел ворваться на болото И теперь укрепление Заметит Лис Может перевеститься Нет Он не перевелся Конечно же Хотя В последние секунды Фанг делает ошибку В стрельбе И вот такой технический брак Приводит к потере И может быть даже целого сайта Ведь вслед за ним Открываются на монстр Террористы РСФ повержен Пион Илон отвечает И хорошо сыгран На размены то пошли Лучше не придумаешь Но все же Дюмао Двоих уволил Пока бомба на руках И не знает о том Что Рампович выходит в спину Вот даже если знает Тут по таймингу Сумеет поставить бомбу Давайте перекрутиться на все стороны мира Так Есть спина Дюмао Нужно об этом знать Он действительно держал такую возможность в виду Но теперь бы найти последнего Траектория движения последнего Тоже для Дюмао Ясна Но не полетела И очень-очень важный момент для себя В сторону Действительно Никто не откроется И ошибается Пивен Илон Там же падает рампейдж под коннектором Три против пятерых Размены под Бэм могут быть более чем лучше Бэм Даблкил Который раз спас Матч Пойнт Для New England Вейлорс RCF Повержен По итогу Намного лучше То есть у них есть хороший качественный раскид Хотя сейчас RCF Гранатами не отрезали Соответственно Снайпер подключается Делает минус 3 Передает привет китобоям Которые решили влететь с двух ног на базу Бэя Четвертый килл И возможно Потенциальный выход на эйс Почему бы нет Не думаю что сам RCF об этом сейчас серьезно думает Здесь главное конечно это победа в раунде Но Свишер приходит В стиле трампейдж Это не важно Снайпер Разобрался А идея в том чтобы укрепить одно направление Окей И поджать другое Посмотрите Фазден уже выходит из ямы Возможно он даже поймает фанга Однако за мгновение до этого Паналон забрал RCF Тем не менее Все вроде складывается в плане приема неплохо Несмотря на отброшенные смоки Игроки команды Ехв все таки находят в них просветы И возможности для оформления фрагов Бомба правда устанавливается на внутреннюю часть сайда Фаналон минусует фаздано Хотя у последнего было позиционное преимущество Эйбью Клач в моменте вытащить который будет Ой как непросто Бен сейчас ливнет на банк Минус от Фаналона Это 19-16 И нас ожидает третья карта уважаемые зрители В принципе к этому все и шло Как только мы пришли на территорию допов Ну стало понятно Что скорее всего Китобои это уже не отбор Занять Сами игроки Китобоев Пошли на сближение с джанглом Уже установив бомбу под асайтом Ну и внезапно Оказались установлены Игроками команды Ех Только Какое-то чудо В стрихе Может их спасти Здесь рампэйч на перекрестных позициях Было слишком много Диджей один А кстати А раздать то он может Давай одного второго Третий красный понимает Это диджей Пытается выстрелить по нему И действительно тащит Хорош Квадрокин Фишер Бен Судя по его выражению Люца он был просто Ошарашен Тем что Фишер ему только что повесил Сам Фишер Прочтет ли он Угол уже неважно Фанг открывается на инициативе Большинство для китобоев Времени не слишком много Падает Думао И по итогу Этот форс раунд Заканчивается для Ех Ничем Пазын Забирает Фанга В принципе уже неплохо Что он отбирает Маг десятый Думаю что кто-то еще может быть На позиции ямы Бомба взрывается И Фазен конечно же Команда Вейлорс Ну достаточно удачно Раунд выйдет У нас под б-сайд Три смока Флешки Свишер Который играет Спада Эдварда Все же предоставлял опасность Думао подключается Но Вбивает Биум Размен произошел Свишер ошибается При выходе из-под дыма Ну и вот Рампейдж Все же В этом плане Команда Ех Гейминг могла бы еще Вот к чему приходит Ех Это серьезно Все чаще-чаще Особенно на Мираже Мы видим Как едва Появляется возможность Оборона Закупает эти авики Выезжает Свишер Кстати на приемку Здесь же ему помогает Бью Двойной парный пропик Из шорта Из коннектора соответственно Экономика Егейминг Которая еще не успела Сформироваться Неплохо Честно говоря Диджей проходит Красного Свишера убирает Это минус Кольт Одна флешка прилетает На Перемку Тут Фазин А там еще и Действительно парно открываются В Новый Вик Гейминг И вот под коннектором Паги Это было Я не знаю Может быть задумка такая Дать позицию Фазину Тот наказывает Рампейджа Сам получает у Диджея Подключается Свишер Они не поняли Кто кидает дым на джангл Или как Что Ладно Все же Дюмао На авике Тикет Выбивание будет Прямолинейное Вэллорс понимает Что имидж СС Надо агрессировать Еще убивают Бена Диджей отвечает по Дюмао Но это только на рефракт Удается сделать минус Ну и в итоге сам Диджей падает Далон последний И он же повержен Второй раунд Ну и как бы этих Несколько смоков дефолтных Почему-то не сыграли Почему же Ну просвет чуть больше был То есть На джангл Вот они залетают снова Бью Успевает отбросить АЕшку На него напрыгивает так Внезапно раскрывается флешка Понимает Бью Что нужно как-то лавировать В этом смоке Оно все равно погибает Снова есть бомба От китобоев Новой Англии Ситуация 4 в 3 Преимущество для Е Но Нужно Не оплошать В этом выбивании Пока я об этом говорил Фанк распикал Думао На коннекторе Свишер все-таки Порожат Сейчас Сейчас Китобои Оказываются Вместе Откуда нет Скорее всего Возврата Ю Ну его распикали Хотя Паналон он все равно Оставил красным Теперь что-то нужно придумать с коврами Но позиционное преимущество Что вырисовывалось Например на карте Дейнферно Да Все-таки Даже не имея наличия Своих денег Пытается Выбить винтовку И у них это отлично удается Фанк даже По столу ударил Осторожно работают Китобои И Пазден хочет этим воспользоваться Он выныривает из андера Правда Ужасный тайминг Веселой Отворачивается Умудряется развернуться Забрать первого и второму Снести Чуть меньше половины хп Что В сложившихся обстоятельствах Уже можно считать Радостным завершением Хотя 4 в 4 Размен все равно Плюсовый для атаки И то не факт что их отпустят Плава Полезает в окно Пошли отсюда Он делает минус Ну да Тут пока что До выбивания еще можно дойти Но нет Все же тут время И отсутствие китобои Подожди Здесь нет сплита Укреплены ковры А шорта как раз Ну шорта как раз Теперь тоже не пойдет Позиция АВП Сейчас известна И теперь да Через коннектор Все оставшиеся команды Китобои пойдут сюда Пазден Плохо было бы ему дать второй минус Это как раз Возможно стало бы причиной Победы его команды в раунде Но теперь 2 RCF Ах Чуть-чуть все-таки Не довел свой прицел До фанга Он направлен Выше головы Выше вообще Модельки Свишер 1 Против двоих Так Ну клатч Не то чтобы Безнадежный Но достаточно сложно Здесь нужно Очень быстро найти Бена Остаться один в один То есть забрать его Орудие Свишер будет открываться На фулового ФНГ Ну Но в принципе не проблема Все же Казалось бы судьба Уже предельно нам Понятно этого человека Но даже При наличии пистолета И вот там еще куча Сопутствующих факторов Так, дали флешку на очень прикольная, кстати, флешка И теперь атака на Б В последнее мгновение Свишера подсаживают в сайт И это даже осталось без внимания Игроков команды китобоя Новая Англия Размен 3 в 1 Более чем комфортный для команды Е Паналон, 1 в 4 Отъезжает последним 6 в 6 Не становится Один смог прилетать на коннектор Это бейтовый Бен заходит в перимку RCF из-под дефолта Все равно подозреваешь, что оттуда кто-то Выбадет Файнк выбирает Фазина Подключается билл в ту сторону Не смотрел по итогу Файнкропаич уничтожает защитника И 3 в 2 Бомба поставлена Хоть казалось бы, это мертвая Мертвая должна быть приемка И Свишер Ищет какую-то не лучшую для соперника позицию Но на Вуди никого Под Вудом тоже чисто Набрасывается граната Открытие прямо под позицию Паналон Он сам, кстати, едва ли выживает Но Бена Джангли не проверил Вообще Снайпер в атаке на мираже Паздзен Ну, как БНТ Но Что-то его спам из Дигла Понесло Прожимается центр карты Игроками атаки Паналон находит свой четвертый минус Ух, фанк Переводочка на отличненько И буквально в несколько секунд Ех лишаются четверых игроков Ю Один в пять Они точно такой дым хотели дать? Мне кажется, что нет И Рампейдж, однако, подставляется из-под головы У БЮ все еще есть возможность побороться за дополнительный фраг И Рампейдж, который зауренил смок, покидает этот раунд с недовольством на лице Калаш на руках, убью Дальше можно еще и играть Почему бы нет? Какая разница? Не в любом случае отдует этот раунд Побливать несколько девайс Укрепить свою статистику Но с этим Диджей не согласен Кстати, дыма на Сити не залетает Фаздзин доджит молотом Который отправили под ковры Это же не он сейчас выстрелил? Нет, по-моему, у него Открывается пьюсь под фаербокса Минус по первому Но Фаздзина сейчас, по идее, не проверит Хотя Диджей ждет А, Фаздзин работает на инициативе Удерживая большинство за своим коллективом Дело от Свишера Тут уже подключается Вторая волна игроков И счет 8-7 В первой половине Наверное, такого Счет 8-7 первой половины В пользу китобоев Новой Англии У нас начинается здесь Рубка замес на коврах Но самое смешное во всей этой истории Что за первую половину Выиграв 7 раундов Ех сделали Наверное, где-то по да Бил пока смещается Видел Фэнга Перестрелял А вдруг еще и за раунд зацепится Диджей открывается Юс Бю Тащит раунд 1-2 Какая досадная Боль Вообще Ех пропускать не должны Но имеем, что имеем Свишер Контролил, кстати, Зиг Залетает А, вот в чем была Его роль Он набрасывал флешку через крышу Чтобы выпустить тиммейтов Здорово Теперь Размен у нас 3-3 По хп, конечно, беда Выезжает в Ю Всех спасает Но как для экономического раунда Сделать 2 фрага И иметь, наверное, возможность Еще Думаю, что следовало бы Его дождаться И за это время У нас уже пивенный лон Подтянется Пивенный лон Друг Ага, ты еще Просматривает штейл Отлично Дюмао Выбивает подставляющегося Диджея Дюмао сам Позицию показал И так вовремя падает Но все же Но доказание не уходит Рампейдж По итогу падает 3 против двоих Выбивание Венга Закрыли Пивенный лон Еще отбивается Попадание, кстати Пришлось Ну и все же Смещающийся Свишера Смог уволить Грузов нету И зажать за машину Все равно не удалось 10-8 Эхо Попадание-то было Победить Того, что мы видели На прошлом экономическом Где два фрага Почти три Сделали кита-бой Но только на оружейном Может быть снова попытаются Потусоваться на центре Но только уже С большей огневой мощью Да и тут Вроде бы есть Какие-то просветы Фанк нашел Минус Сиди за дефолтом Но нет 4 в 2 Ехо Положение Но могут себя спасать Следующим баем Все же там будет И АВП присутствовать От АВика У нас, наверное Лон наказывал На оверпазе На б-сайте Приговаривал Раз за разом Это может сработать Не на меня Думаю, что Как-то сыграть Сверху Выходящий Дюмао Ну и Паналон Пока свой килл не делает Хотя отвлекает Внимание Возможно От сэндвича Где тушуется фанк Где сэндвич Проходится Приэфом У Паналона Аааа И потеряли нашу надежду На взятый раунд Ну и теперь Только рампейдж Ему действительно Нужен рампейдж Учитывая Наличие Думао На коннекторе Возможности Для По максимуму Внимание Но если же Посмотреть на позиционку Защиты для выбивания Пятером из-под кухни Ну это выглядит Как расстрел на месте Расстрел у стенки Все еще есть дым Билл Пиксель убивает Рампейджа Замещает еще и второго Кстати попадание Пришло счет По нему Может быть Это снайперская винтовка И кольт Будет лучше Их сохранить Конечно Смотри 7-6 Они убежали Еще секунд за 10 До этого Хорош бью Ой Больно Ну да Паналон и Тайфанк Убежали Хотя вот непонятно Вн 3 килл Прямо на входе В яму Забрасывается И коннектор Здесь рампейдж Он просто надеется Что его не проверят Его Его реально не проверяют Да ладно РСФа спасает Только Чудодейственный Аим Делит в голову Но здесь Повторный поджим Со стороны ямы Снова в исполнении Даблы игроков Команды Нью Ингланд Вайлэрс В этот момент Инициатива От Бена Соперник В последний момент Кстати Развернулся И Бен Ну так даже Немного Сдрейфил Посмотрел Его в глаза Такой Нет братан Я тебя не отпущу Он просто мог бы отпустить Ну то есть такая ситуация Знаешь Ты Савиком Вроде бы в момент Сто процентный Но ты Савиком Такая ситуация Сфишер идет На клащ Один в три А его по идее Должен Аааа Он Он разводит Бена На вы Униент Он получает голову Минус лапки У Бена Наказано Ты Бена видел В этот момент Он просто так улыбнулся, типа, ну я просто ничего не могу с этим поделать. Мои полномочия на этом эпизоде просто заканчиваются. Здесь же не бью, перестреливает Джея, хотя бедный диджей так старался справиться с сортом. Рампэйдж продолжает лавировать, демонстрируя нам, ну, просто-таки чудеса позиционирования, но даже всей его магии не хватает. И это установленная бомба при моменте 3 в 1. На он 3-100, под него подставляется РСФ. Но имбовише, имбовише позицию у Фаздена, то есть он просто в дверном проеме. И что бы подолом ни сделал, Фазден окажется у него в спине. 14-9. Получается, ну, от слова совсем ничего. Фэнк прорывается через Андер. Вот вновь тут будет выбивание апартамента в планта Б, но там целых два игрока, которые знают, что может быть подобный поджим. И как же? РСФ отпустил, тиммейта продал, выходит. Ну, тут уже не важно, ведь забирается бомба. Фазден при моменте 1-2. 13-14 его статистика прямо сейчас. Думают, что один будет где-то в китчине. На самом деле, оба игрока новоанглийских китобоев решили работать через зигзаг. Фазден перетапывает первого. Второй где-то неподалеку. Это Бен с 35 хп. Фаздена преимущество. Красный. И что делать дальше? Дюмао спину убирает пиенелона. Два против троих. Походу, друзья, мы с вами приближаемся к завершению сегодняшнего игрового дня. Хотя, постойте-ка, диджей умудряется забрать Дюмао. Бомба устанавливается под Бен, но в последний момент интерсейф его прикрывает. Снова Бен оказывается. Складывается впечатление, что бомба стоит на торце фаербокса. На самом деле, она стоит под КТ. И этот момент прекрасно понимают игроки. Ег набрасывается дым. Диджей делает вид, что обезнеживает бомбу. Сам делает первый фраг. Теперь дефы до конца. Но киты здесь отсутствуют. Все, что нужно Бьюи. Это попасть по диджею. А бомба-то обезнеживается. Нужен нож. Да ладно. И что? Ладно, выдохнули. Даже не понимал, как чувак по-прежнему выжил. Что ж, поздравляем команду ЕХ. Они выигрывают все-таки этот матч. Элиминейшн матч группы Бен.